Вот так австралийская овчарка Луки тренируется со своей хозяйкой Екатериной. Спортивная дисциплина называется буксировка лыжника. Изначально данный вид начал развиваться на базе ДСАФ и был не спортивным прикладным, а военным. Лыжник вместе с собакой пробегал примерно 800 метров до огневого рубежа, а там уже металлогранату. Со временем значение буксировки лыжником значительно изменилось. Суть данной дисциплины заключается в том, что собака буксирует проводника на расстоянии полтора километра. При этом лыжник имеет право помогать собаке только в первые 10 метров после старта и во время поворотов. Все остальное время собака должна тянуть самостоятельно. Помимо самой буксировки здесь проверяется реакция собаки на выстрел во время движения. На тренировках укрепляется связь между хозяином и питомцем, а владелец приобщается к здоровому образу жизни. У Натальи Краснопольской аляскинский маламут Дюк. Собака крайне подвижная, может работать в упряжке. Вообще Дюк уже чемпион первенства России по спасению людей на воде. Это его благородная миссия. А для души другой спорт, который пирс тоже очень любит. Когда нам исполнилось три месяца, мы решили стать умными, хорошими, красивыми собаками. Мы нашли нашего любимого тренера Ирину Пец. Она воспитала нас, социализировала. И наступил такой момент, когда мы поняли, что нам нужно заняться спортом. Энергии в собаке очень много, ее нужно куда-то выплескивать. И буксировка лыжника для нас явилась оптимальным видом спорта. Заниматься буксировкой лыжника можно с собаками любых крупных пород. Главное условие – дрессировка и социализация. Собака должна знать и выполнять команды вперед, лево, право, тише, стой и рядом. На лыжной трассе питомец не может реагировать на других людей. У собак есть активная потребность в физических нагрузках. И таким образом мы реализовываем ее. При этом и собака получает драйв, удовольствие и сам владелец. И при этом кипучая энергия животного направляется в правильное русло. Наталья с Дюком имеют второй взрослый разряд по спортивно-прикладному собаководству. Супруги Екатерина и Александра со своими любимцами Шерлоком и Локи пока только начинающие спортсмены. Они молодые родители, но находят время на все. Они очень добрые. У нас специально выбирали породы, чтобы не агрессивные. То есть изначально породы выявлены, как собаки-компаньоны. Но это вот еще по ступу совместительству, а это подружейный пес. Но они очень добрые, детей очень любят и людей очень любят. То есть ни разу у нас не было замечено. Какое-то агрессивное. На замке катаются? Да, да, да. За хвост подергать. Екатерина с Александром, как и все остальные, участники первенства города по буксировке лыжника смогут официально получить свой первый спортивный разряд. Но самое главное, это те эмоции, которые получат и владельцы, и питомцы во время движения по трассе. Мария Рудай, Сергей Данилин, телекомпания «Город».